Ирина Анцупова Действительно, женщина должна была обладать определенными умениями, силой и сноровкой, потому что древним женщинам иглы заменяли вот такие заостренные косточки, которые археологи называют проколками. Чуть ниже необычные экспонаты – это трубчатые кости, которые заменяли игольники. Ну и здесь перед нами фигура женщины-хантыки в костюме конца XIX – начала XX века. В данном случае, конечно, имеют место уже многочисленные заимствования из русского традиционного костюма. Традиционно хантыки носили длинную рубаху, либо хлопчатобумажное платье. Обязательно декорировано платье вышивкой по подолу, на рукавах, по вырезу рубахи, либо платье. Любая вышивка, любой орнамент, как вы понимаете, имел не только декоративную, но и сакральную защитную функцию. Следующие наши костюмы – это костюмы народов Юго-Сибири. Обратите внимание, роскошный комплекс – костюм хакасской свахи. Свахой в Хакасии могла стать лишь женщина с отменной безупречной репутацией. У этой женщины должна была быть хорошая, стабильная жизнь и желательно много детей. Посмотрите, костюм выполнен с использованием лисьего меха и обязательно дорогих тканей. Как правило, это был привозной, покупной шелк ярких оттенков. Следующий наш экспонат – это фиолетовая безрукавка под названием Сигидек. До сих пор на Алтае в Хакасии Сигидек – это одежда женщины-замужней. Ведь костюм всегда, как или иначе, сообщает о статусе и положении человека в обществе. Сигидек можно было носить даже поверх шубы. Ну а платья, особенно платья праздничные, как правило, шили из шелка самых ярких цветов. Больше всего любили женщины красный. Цвет очень привлекательный и яркий. Перед нами Хакасское платье. И обязательным элементом является, например, вышивка. Хакасская традиционная вышивка идет по черному фону и изображает травы и растения. Еще важнейший элемент костюма Хакасской женщины – традиционный нагрудник око. Любая девушка обязана была уметь вышивать бисером. Для создания око использовался бисер, жемчур, перламутр и крупные буковицы. Отличается в этом плане костюм сибирской татарки. Здесь все внимание на камзон. Камзон украшали многочисленными декоративными подвесками. Тут сердолик и бирюза и, не побоюсь этого слова, пуговицы перламутровые. И даже монеты. Более крупные монеты еще времен царской России, а внизу монеты периода СССР. Дело в том, что костюм подобный переходил из поколения в поколение. И каждая новая женщина в семье что-то могла на него добавить и дошить. Ну а следующее наше платье алтайское, праздничное. Снова красный яркий шелк с золотом. А по бокам всевозможные подвески. Во-первых, подвески поясные. Пояс был обязательной деталью костюма. Он имел как сакральную, так и бытовую функцию. Как вы понимаете, карманов раньше не было в наряде. И хочу обратить ваше внимание на поясные подвески. Например, небольшая сумочка, мешочек для пуповины. Не удивляйтесь. В таком мешочке женщина носила небольшую часть пуповины. Это изображало и священную связь матери и дитя. А также, глядя на кроя, взгляда на костюм, сразу становилось понятно, сколько же детей у этой женщины. Также в нашей экспозиции присутствуют костюмы казахских женщин. Для казахших характерно использование бархата, плюша. Посмотрите на роскошные праздничные камзолы. А вот под камзолом это, как правило, длинное платье, либо длинная рубаха. И обязательный элемент. Под платьем, либо рубахой казашки носят штаны. Поскольку так намного удобнее в условиях кочевой переселенческой жизни. А вот костюм женщин с севера Сибири, конечно, отличается от одежды, которая принята на юге в нашем регионе. Вот, взгляните, пожалуйста. Конечно, одежда северных женщин прежде всего призвана защитить от холода. Перед нами долганская женская шуба. Как правило, шубы северных сибирских народов декорированы меховой мозаикой. Для долган характерен орнамент черно-белый. Это является неким воплощением противопоставления тьмы, света, холода и тепла, добра и зла и так далее. Традиционным головным убором является на севере капор. И в данном случае обувь перед нами женская. Это унты. К слову сказать, унты савенкийского так и переводится. Обувь. Традиционно унты украшают всевозможной вышивкой. В данном случае бисерной. И для сравнения, давайте взглянем на многонасанскую женскую шубу. Она выполнена в другой цветовой гамме. То есть, если у долган это в основном черный и белый, то взгляните, пожалуйста, сюда. Для многонасан характерны такие цвета, как красный, бежевый и лишь изредка черный. Шуба в данном случае распашная, поскольку большую часть своей жизни многонасанская женщина проводит все-таки в чуме. Работает по хозяйству и редко выходит на улицу. Также здесь мы видим опушку. Традиционно это либо оленей мех, либо даже собачий. И головные уборы. Немецкие капоры. Замечательный предмет гардероба, надо сказать. И, как вы видите, опушка защищает лицо от холодного ветра. А особые металлические утяжелители сзади не дают капору свалиться с головы. Плюс ко всему, любые металлические предметы являлись магической защитой женщины.